Все разговоры о разводах, которые кажутся необратимыми, окончательными, связаны с совершенно понятным человеческим восприятием, которое переносит собственный опыт жизненный на историю. Мы выросли, видимо, между всеми нами некоторые варьирования по возрасту, но в целом мы выросли в одну и ту же эпоху, которая развивалась линейно в смысле отношений нашей страны, сначала СССР, потом Российской Федерации, с тем, что называют Европой. Поэтому надо, конечно, всегда помнить, что Европа в наших разговорах – это понятие непространственное, понятие даже трудно сказать какое, оно культурное, историческое, метафизическое, символическое. То есть это некое что-то, чему мы тянемся. Является ли настоящая Европа таковой – это отдельный вопрос. Но мы тянемся к тому, что мы ей считаем. Мы прожили, вот на нашу жизнь активную, выпал совершенно уникальный период тяготения к этой Европе. Чем он отличался от других исторических моментов, когда Россия в разных своих инкарнациях устремлялась в направлении того, что описывалось как Европа? Тем, что, пожалуй, впервые та самая обобщенная символическая Европа, к которой мы стремились, в качестве визави имела абсолютно четко определенную институциональную структуру, политико-административную и идеологическую, ну вот те самые европейские ценности, которые не совокупность культурных и интеллектуальных достижений Старого Света, а кодифицированный набор норм, которым надо соответствовать. Тоже не статичный, он менялся, даже за то короткое по историческим меркам время, которое мы вот это наблюдаем. Но все-таки это совершенно не та Европа, не та степень жесткости конструкции, к которой стремились, я не знаю, там западники 150 или 200 лет назад или прогрессисты наши модернизаторы 300 лет назад. То есть вот мы пережили период, когда стремление к Европе, свойственное нам, как нации, подразумевало подчинение совершенно четкому набору законодательных, нормативных установлений. То есть это не просто давайте вы меняете, давайте мы будем меняться, чтобы соответствовать. Если вы хотите соответствовать, вы обязаны делать вот это, вот это, вот это. Ну отдельная тема, я думаю, что ее не надо касаться, это уже уходить в частности, что нас строго говоря туда никто никогда не приглашал, вот в эту систему. Весь период с конца 80-х и особенно с 91-го, когда стала Россия, ну до там, не знаю, наверное, середины 10-х годов 21-го века. Это время, когда Россия вроде как бы куда-то интегрировалась, в некую Европу, но только не совсем ту Европу, как она сама себя строила, а какую-то такую расширенную Европу, которая, да, вот в каком-то виде будет, и Россия в ней должна быть, но как и что, это пока не ясно, но это, наверное, потом выяснится. Мы должны меняться, вы должны меняться, они нам говорили фактически, а там посмотрим. Вот я просто почему-то подчеркиваю, что такого никогда не было. Одно дело это интеллектуальное, культурное, ценностное стремление соответствовать неким европейским идеалам, как их понимали русские аристократы, русская интеллигенция, русское государство, что угодно. И другое дело это взаимодействие с очень хорошо оформленной, прописанной системой норм и правил, с чем мы столкнулись в период 90-е и 10-е, особенно 90-е и 0-е годы. Ведь интересно, что Европейский Союз, как форма существования современной Европы и Российская Федерация, как форма существования современной России, они практически ровесники. Россия появилась на политической карте мира 25 декабря 1991 года, Европейский Союз формально был создан, начал работу, по-моему, в феврале 92-го. Ну, в общем, буквально это совпадение. С одной стороны, и то, и другое, это продолжение того, что было раньше, и, конечно, это никак не что-то принципиально новое, а с другой стороны, это другая форма. Но это я ушел немножко в сторону, а возвращаясь к теме развод-не развод, если смотреть вот на этот период, ограниченный во времени, исторически очень краткий. Для нашей жизни большой, а для жизни мира и нашего континента очень короткий. То да, конечно, это развод, который надолго. Но если смотреть исторически, сквозь всю, так сказать, толщу отношений России со своим окружением, не только с Европой, а вообще вот в том пространственном и культурно-историческом контексте, который она существовала, но что только не было за эти века, а развод, который случился с революцией Октябрьской, созданием Союза СССР, ну и далее, и далее. Это что, было необратимый, вот такой вот слом. Конечно, был. Но потом все равно как-то возвращалось к каким-то не то, что более привычным формам, но другим. Поэтому, опять же, исторически, наверное, это бессмысленно говорить о том, что вот мы развелись и все. Если, опять же, возвращаться к временным рамкам нашей жизни, ну вот здесь, я думаю, мы можем говорить о том, что мы в активном возрасте, но сейчас в случае люди моего поколения, между 50 и 60, наверное, мы не увидим какого-то нового сближения, тем более сближения такого порыва и такой тесноты, тесности, как вот мы предполагали 15-20 лет назад. Еще один важный момент, и он переводит немножко разговор в более обширный мировой контекст. Пожалуй, впервые в нашей истории Европа как символ, как образ на самом деле не является мировым центром и не будет являться мировым центром в следующей эпохе. Просто изменился общий мировой контекст, и мы по инерции продолжаем зачастую воспринимать Европу как ориентир. Между тем, это совершенно не факт, что именно Европа может в таком качестве рассматриваться в дальнейшем. Мы впервые попадаем в ситуацию, когда наиболее динамичным и напористо развивающимся элементом мира в следующие годы, десятилетия, наверное, будет не то, что к западу от нас, а то, что к востоку и югу. Это, что называется, хорошо это или плохо, мы пока не знаем, но это совершенно другое. И вот это, я думаю, как раз наложит довольно сильный отпечаток на то, будем ли мы через какое-то время, когда изменится историческое обстоятельство, не очень скоро, но тем не менее, будем ли мы пытаться вернуться к евроориентации, евроцентризму мышления, которое нам свойственно было очень долго, либо, что мне кажется более, а, вероятным, б, желательным, мы как раз будем гораздо более диверсифицированно смотреть на мир и на свое место в нем в дальнейшем. Замечание вот к самому началу вашего вопроса. Строго говоря, нас никто не заставлял выполнять какие-то нормы и требования, директивы и императивные указания Европейского Союза или коллективного Запада, вообще-то говоря, мы сами туда стремились. Вопрос, который ставился в таком случае, если мы сами туда стремились, а мы туда стремились с позднего Горбачева и уж точно после распада СССР. Естественно, раз вы хотите к нам сюда, тогда есть определенные условия. И вот эти условия вы должны выполнять. Ах, у вас специфика? Ну, извините, либо давайте тогда не надо, либо уж меняйте вашу специфику. Ну и так далее. Это такой муторный, мне кажется, отчасти культурно-политический, отчасти психологический процесс, который, как я уже сказал, в утрированном виде повторял те терзания, которые русская интеллигенция имела на протяжении столетий, на самом деле, перед лицом Европы, а Европа перед лицом России. Но еще раз, в условиях формализации Европы, как набора ценностей, но ценностей не идейно-таких метафизических, а ценностей директивных, политических, политико-административных, то вот это все очень сильно усугубилось. Теперь, что касается того, является ли это поворотом масштаба Петровского. Ну, я, как человек, довольно мало сведущий в истории, я вообще аналогии стараюсь избегать, раньше любил, а теперь понял, что это все очень неправильно и сбивает с толку, на самом деле. Есть точка зрения, ее высказывает, например, хорошо вам известный мой коллега нынешний по высшей школе экономики, Дмитрий Викторович Тренин, что происходящее ныне – это действительно поворот не траекторий 30 лет или там 40 лет последних, а это именно окончание Петровской эпохи. Это он неоднократно писал и говорил. Я, честно говоря, не рискну так вот прямо совсем рубить с плеча. Не знаю, это слишком серьезное обобщение. Но, первое, конечно, Россия сейчас, и я думаю, на ту перспективу, пока она населена теми, кем она населена, теми народами, теми представителями культур, она была, есть и будет страной европейской культуры, европейской традиции. Вне зависимости от того, она это подтверждает или отрицает, она с этим борется или этому радуется, неважно. Все равно это так. Потому что сформировано наше мироощущение под влиянием Европы и под влиянием восприятия Европы как ориентира. То, что это сформировано под влиянием, не означает, что сформировалось то же самое, что там. Это мы прекрасно понимаем и видим. То есть дальше начинаются многочисленные нюансы, которые в совокупности своей практически полностью меняют картину. Но, тем не менее, это не азиатское пространство. Вот Андрей Николаевич Ланьков, да, он об этом тоже постоянно говорит, что мы можем пытаться думать о себе как угодно, но Азия нас своей не воспринимает и не воспринимает. Далее возникает вопрос, что означает быть страной европейской культуры, европейской традиции в мире, который перестает быть Европой и Западоцентричной. Для тех, кто сам себя считает, воспринимает ядром Запада, естественным Западом, ну вот у нас сейчас утвердилось это понятие, коллективный Запад, которое вообще довольно искусственное, но сейчас оно как раз действительно, мне кажется, отражает реальность, потому что он правда сейчас коллективный, и он правда сейчас Запад. Не знаю, как долго, но это вот именно такую форму приняло вот теперь. Так вот, для них довольно очевидно, что в мире, где Запад перестает быть безусловным центром, их задача укреплять свои позиции, и если не вернуть центральную роль, скажем, Соединенные Штаты, как часть этого коллективного Запада, они, естественно, нацелены на то, чтобы укрепить и вернуть эту центральную роль, ну или, говоря терминами, теория международных отношений, гегемонию. Европа, я думаю, на центральную роль уже не претендует, но она, в общем, судя по всему, рассчитывает быть любимой женой господин. То есть, господин, который обеспечит прежние позиции Запада, он не обидит и своего культурно-цивилизационного партнера. В общем, для них понятно, они заинтересованы в том, чтобы либо вернуть доминирование, либо, если, допустим, это не получится, превратиться в прочное, консолидированное меньшинство мировое, но при этом очень устойчиво стоящее на всех своих конечностях и оказывающее максимально возможное влияние на ход мировых событий. Это они. А что вот с теми, кто внутрь этого ядра не попал и никогда не попадет? Здесь один пример – это Россия очевидный, другой пример, чрезвычайно интересный и сейчас крайне иллюстративный – это Турция, которую с нами связывает схожая история психологических отношений с Европой. То есть, стремление туда попасть, участие активное в европейской политике на протяжении столетий и постоянное раз за разом понимание того, что мы не там, мы не часть вот этого узкого, тесного круга. Вот я думаю, что Турция – это отдельная ситуация, а вот что касается России, то, исходя из тех тенденций, которые мы сейчас видим, а я думаю, что водораздел, который сейчас прошел по целому ряду причин, прежде всего, наверное, разрыва в морально-этическом осмыслении происходящего, оно диаметрально абсолютно. Тот факт, что мы друг друга почти одинаково обвиняем в фашизме, показывает, что мы находимся на двух полюсах спектра. И в этом смысле вот это вот отделение от Европы и отсутствие на сколь-нибудь обозримую перспективу варианта объединения с ней в какую-то новую общность ставит вопрос о… Да, и плюс к этому, значит, непринадлежность к азиатской культуре и цивилизации, ставит вопрос о такой цивилизационной, что ли, самодостаточности, которая в случае, допустим, с Турцией, но это сложнее, потому что просто Турция намного меньше и ресурсная, и человеческая, во всех смыслах. А в случае с Россией это, на мой взгляд, в общем-то, ну, реализуемо при проведении разумной, продуманной, и, главное, спокойной, не истерической политики. Мы с коллегой и моим другом давним Алексеем Миллером, сколько это было, лет семь или восемь назад, породили такой, значит, типа текст, доклад, призывая, это было после Крыма, но когда казалось, что все как-то, ну, утихомиривается. Породили доклад с призывом к спокойной отстраненности, что не надо стремиться туда, не надо стремиться в другую сторону. Россия вполне способна вот в этом состоянии некоторого баланса, опираясь на собственные возможности и развивая отношения с теми и с другими, формировать свой мир на долгое время. Ну, если бы это было возможным и по внутренним причинам, то есть если бы мы были способны вот на такую спокойную рефлексию, и по внешним причинам, то есть если бы нам дали возможность этим заниматься, это, я по-прежнему уверен, что это был бы идеальным вариантом. То есть Россия как совершенно какая-то отдельная, связанная с Европой одним образом, с Азией другим образом, использующая свои ресурсы, огромное государство, такой континент целый. Вот это было бы оптимально. Но на практике мы видим, что не получается, а вот что касается пока, по крайней мере, может быть, сейчас, кстати говоря, вот эти вот процессы, которые идут, когда отделение от Европы, физическое отделение, экономическое отделение произошло обвально и вопреки, на самом деле, здравому смыслу для обеих сторон. То есть год назад, если бы мы с вами разговаривали, да, уже нагнеталась ситуация, было понятно, что идет к чему-то такому довольно серьезному, но в январе 22-го года и даже в начале февраля 22-го года представить себе, что экономические связи, энергетические связи России и Евросоюза, России и Германии, на которых все базировалось более полувека. И политика, и экономика, и безопасность, ну все что угодно. И всем это было чрезвычайно выгодно. Вот что это обрубится в момент. Тенденции были, и симптомы были, но все думали, что, конечно, рано или поздно будет пересмотрен, но это очень тяжело. А вдруг оказалось, что это можно сделать вот просто по мановению, значит, кувалды волшебной. И вот это расхождение, оно показало, что, в принципе, это возможно. И то, что, да, железный занавес можно строить с двух сторон. Причем в большей степени сейчас он строится с противоположным стороны, ну, наверное, мы потом догоним. Но вот на данный момент, значит, нас отделяют активнее, чем мы отделяемся сами. Вот на мой взгляд, чрезвычайно важно, и это важно для нашего самовосприятия. То есть, ну, я думаю, что любой нормальный человек, происходящее сегодня, спокойно воспринимать не может, и, так сказать, ну, надо быть людоедом, чтобы как-то приветствовать все происходящее. Но при этом очень важно понимать, что вне зависимости от действий тех или иных игроков, наших ли действий, американских ли действий, украинских, там, кого угодно, польских, весь мир, в том числе вот та его часть, в которой мы живем, такая-то большая Евразия или как угодно, подошел к моменту, когда прежняя модель его устройства исчерпана по целому ряду, огромному списку объективных причин. И вот этот распад привычного мира, он происходит не потому, что случилась кампания России на Украине, или началась кампания по вооружению Украины Западом, и так далее, вот все это. А наоборот. То есть, вот это все и есть проявление осыпания, обрушения прежней системы, которая блистательно работала на протяжении долгого времени, не только после, а во время холодной войны. То есть, мы прожили, опять же, вот наша жизнь с вами, она до недавнего времени выпала на достаточно редкий и чрезвычайно благоприятный период мировой политики, который можно назвать, используя прежние формулировки, прочный мир. Прочный мир – это не отсутствие конфликта, это такая конструкция, в которой конфликт не приводит к обвалу, к большой войне и прочее. В этом смысле холодная война, особенно после начала 60-х годов, гарантировала прочный мир. В целом, опять же, войны, там локальные конфликты были, но они не влияли на прочность общей ситуации. И после холодной войны можно как угодно относиться, но вот этот вот период эффективной американской гегемонии до какого-то момента, до, наверное, конца нулевых, начала десятых годов, она обеспечивала прочный мир. А потом перестала. И вот с этого момента, когда прежняя система ушла вместе с концом холодной войны, система, пришедшая ей на смену, продержалась, как, собственно, и предсказывали ее идеологи, тот же самый Чарльз Краудхаммер, который первым написал в 90-м, по-моему, году про однополярный момент американский, что наступает период, когда Соединенные Штаты будут способны делать в мире все, что они считают нужным. Вот уникальный момент в истории. И он там же в этой статье писал, но этот период не будет вечным. Он отводил на это 25-30 лет, и он почти угадал. Так примерно и было. Ну вот и все. И вот в этой ситуации, возвращаясь, значит, зигзаг долгий, возвращаясь к нам и Европе, то есть так, как прежде, уже не будет просто потому, что той системы не стало. Не потому, что мы, не потому, что они, а потому, что все. А вот как будет дальше, чем будет Европа, будет ли Европа по-прежнему самоценной частью мира? Или, чем черт не шутен, может, это будет действительно, как некоторые у нас призывают, западной оконечностью Евразии. Западной, но при этом, в общем, периферийной. Неизвестно. Может быть и так. Но следующий вопрос, это вот Евразия, периферийная оконечностью, которой будет Европа, она будет чья? Она будет китайская? Она будет под каким-то совместным, что ли, контролем? Будет она российская? Ну и так далее. То есть дальше открывается целый ряд вопросов, на которые мы узнаем ответы, может быть, до конца нашей жизни, а может даже и нет. Во-первых, я думаю, что какие бы культурные корни ни были у тех народов, которые населяют Российскую Федерацию, действительно есть очевидные представители азиатской культуры и цивилизации, все равно то, что я сказал в начале о том, что мы формировались в европейской традиции, это не отменяет. Они все равно выросли в этом. Да, наверное, в Татарстане больше читают турецких авторов, хотя бы даже потому, что это родственная языковая группа, и я не знаю, наверное, они могут что-то читать даже в оригинале, не зная турецкого, ну или вряд ли. Но во всяком случае они эту сопричастность чувствуют, ну естественно. То же самое можно сказать о Кавказе, который хотим мы того или нет, он повернут туда, он повернут на большой Ближний Восток, который тем более сейчас кипит, клокочет, и тоже повышается его роль в мире. Вопрос в этой связи, да, но при этом все равно рамка-то у нас общая, и я при всем понимании огромного количества проблем, которые есть и в национальном, и в культурном, и этническом устройстве России, мне кажется, что их не надо преувеличивать. То есть проблемы есть, но они не носят сейчас и не имеют потенциала в ближайшее время перерасти в какие-то такие вот разрушительные, деструктивные тенденции, которые прямо вот угрожают единству. Это первое. Второе. Вопрос. А во Франции или в Австрии или в Италии через 20 лет, если мы бы перенеслись туда и спросили, провели опрос среди тех, кто там живет, будет жить в этот момент, кого они больше читают? Вот у меня есть подозрение, что мы тогда обнаружили бы, что там тоже читают очень много турецкой литературы или арабской литературы, или не знаю, какой-то еще литературы, которая вообще-то не европейская. Просто потому, что доля выходцев из вот этих вот культур, но она растет. и по всем прогнозам и по всем тенденциям, исходя из того, что будет происходить в Европе, что будет происходить в Африке, что будет происходить на Ближнем Востоке, климатические изменения, все что угодно, этот процесс будет усугубляться. Европа не сможет закрыться, хотя уже сейчас есть некие интенции, мы видим, как меняется политический спектр, но это невозможно. Так же, как Соединенные Штаты, вот что бы ни делал Трамп, что бы ни делал Байден или любой другой, кто придет им на смену, они могут построить миллион стен со всех сторон, как на мексиканской границе, но мы видим, что приток-то нарастает. То есть, так же, как в Америке к середине века белые будут явным меньшинством по сравнению с выходцами из других культур, я думаю, в Европе тоже будет этот процесс. Это я к чему говорю, не к тому, что надо рвать волосы и оплакивать европейскую судьбу, это не наше дело вообще, они как-нибудь наверно сами разберутся. Но, так же, как у них, наверное, придут к тому, что уже есть эти, так сказать, позывы, но они будут усугубляться. Вот эта вот идея мультикультурализма, что нет, все вот, все пусть цветут цветы, она, собственно, уже вызывает опасения, что они так расцветут, что исчезнет общность. И поэтому, в каком-то смысле, как это не парадоксально, сейчас мы привыкли к тому, что мы должны на них смотреть и у них учиться, как вот это все. Вот сейчас, мне кажется, если бы была нормальная ситуация, не такая экзальтация, как мы, это имба взглянуть на то, как в России это все всегда было устроено и устроено до сих пор, кто лучше, кто хуже, не будем спорить, но главное, что вот эта вот монотонность обществ уходит, этого не будет. И это будет все меньше и меньше и меньше, опять же, хотя бы по причинам того, что, ну там, все прогнозы, что через там, 40 лет, допустим, в Бангладеш или в Пакистане будет невозможно жить, потому что там не будет воды. Куда денутся эти сотни миллионов людей? Ну, куда-то денутся. Это и нас касается, это и Европа касается, это и Соединенных Штатов касается. Всех тех территорий, где способность к жизни будет чисто физическая, климатическая, будет сохраняться. Поэтому, вот действительно, мы, наверное, стоим на пороге какой-то совершенно новой эпохи, когда этнический, культурный, религиозный состав стран, не привыкших к многообразию, будет все равно меняться в сторону вот этого вот поликультурности, полиэтничности, многорелигиозности. Как с этим кто справится, это отдельный вопрос, я не знаю. И это такой тест на выживание будет у всего мира. Какой из подходов, либеральный ли, не знаю, националистический ли, или еще какой-то, ассимиляционный. Вот сейчас, допустим, ассимиляция – бранное слово. Хотя, когда-то там, сто лет назад, или сто пятьдесят лет назад, это совершенно норм. Приехал в страну, ну ассимилируйся. Сейчас нельзя. Как будет дальше, я не знаю. Возвращаясь к твоему вопросу про Россию, я думаю, что, как ни странно, вот это может послужить как раз преимуществом. Потому что мы к этому привычные. При всех наших чудесных, значит, зигзагах, скажем так, отношения и проявления национализма, ксенофобии с одной стороны, какой-то сепаратизм с другой. Но мы как-то с этим живем уже очень давно. А в условиях, вот как раз то, о чем я говорил в начале, в условиях, когда России, опять же, в силу объективных обстоятельств придется переориентироваться во все стороны, не только на запад, но и на юг, и на восток, но тогда как раз наоборот, вот наличие тех, кто и так ориентирован или ближе к этому, будь то Кавказ, будь то татары, будь то буддисты там на Дальнем Востоке, в Сибири, так это скорее преимущество, чем недостаток. немножко другое, потому что поворот на восток это некий такой вот мем для политики определенной, который реализуется там с начала десятых годов, там, с той видной степени успешности, а я-то имею в виду вот именно, что как бы расширение горизонта, кругозора, оторвать глаза от Запада. Но, в принципе, да, конечно, тут вопрос очень сложный, потому что вот что сейчас происходит, сейчас что происходит у нас? Мы на восток поворачиваемся? Да я бы сказал нет, ровно обратно. Сейчас по понятным причинам все прочие темы оказываются в тени главной, приоритетной, связанной с Украиной, а это, ну, никак не восток, вообще ни разу. Это Запад. Это наше отношение с Западом, это наше выстраивание вот чего-то такого нового с Европой, чего пока непонятно, что выстроится. Поэтому я бы сказал, что как раз по поводу Востока это сейчас скорее риск не того, что мы туда повернемся и в результате чего-то произойдет с нами, а ровно обратное, что мы туда на самом деле ничего не повернемся. Все ресурсы будут брошены на другое. Представим себе, что цели спецоперации реализованы, значит, антироссия исчезла, против которой мы выступили, и стала тоже там как бы Россия или что-то нам подходящее. То есть, на какой период после этого максимум имеющегося будет направлен на то, чтобы обустроить вот это пространство, я не знаю. Опять же, я думаю, что на нашу жизнь хватит. Какой тут поворот на Восток? Когда и чем? Поэтому я думаю, что говорить о рисках поворота просто пока нет оснований. Он только-только наметился. Значит, есть, правда, стимул, заключающийся в том, что в силу разрыва прежде всего экономических и логистических отношений с Европейским Союзом, с Западом, пути, например, которые раньше вели туда, теперь туда не ведут, они упираются в стенку, либо они пути, которые раньше вели туда, они туда больше не идут, либо они упираются в стенку, либо они требуют каких-то таких тропинок и заимок для того, чтобы никто не заметил, что мы туда на самом деле ходим, что это просто очень сложный такой филигранный процесс. Отношения со странами к югу и к востоку в основном они в этом смысле легче, то есть там есть препятствия связанные с тем, что Соединенные Штаты очень внимательно следят и стараются добиться, чтобы те страны с нами тоже не сотрудничали, но у них не очень получается, потому что это тоже довольно интересный феномен вот минувшего года американцам не удалось присоединить к своей антироссийской коалиции никого, кроме тех, кто связан с ними формальными обязательствами. То есть вот Запад, да, ну плюс там Япония, Корея, Сингапур, то есть все страны, которые прочно привязаны в том числе договорными отношениями к Соединенным Штатам. Весь остальной мир избегает. Это не значит, что они все нас прямо приветствуют и за нас выступают, но они категорически не хотят делать то, что им предписывают вот оттуда, потому что все хватит. И в общем Соединенные Штаты особо ничего сделать с этим не могут. Это, кстати, очень важный признак того, как меняется мир. Опять-таки вопрос не в том, что они все вдруг полюбили Россию, там отношения очень разные к тому, что мы делаем, но точно чего они не хотят, это чтобы вашингтонский дядя или его европейские родственники что-то такое предписывают. Мы сами разберемся. Вот. Так позитивной стороной этого я думаю должно бы стать то, что в России наконец появится, быстро не получится, но в результате изменений, которые будут происходить, появится нормальная, более развитая инфраструктура отношений с остальным миром. Прежде всего Восток, растущая Азия и так далее. Это необходимо, это абсолютно никак не связано с тем, что будет или не будет на Украине, что там произойдет с Европой. Вне зависимости, это необходимо для России в эпоху, когда Азия это центр мирового развития. К сожалению, все предыдущие усилия по повороту на Восток, они давали крайне минимальный результат. И ментально, вот это к вопросу о том, как мы настроены, конечно, мы ментально настроены в другую сторону. Причем ведь западоцентризм, это не обязательно про, это и антизапад. И то, и другое это западоцентризм, это две стороны одного и того же процесса. Вот мы на этом пока сидим и хотя нас уже ногами выпихивают оттуда, оттуда выпихивают, а мы все равно никак не перестроим мозги на то, что надо обустраивать отношения с Востоком. И далее вот, собственно, из вашего, из ваших вопросов тоже вытекает, что мы любую переориентацию политики сразу переносим на культурно-идеологическую, этическую сферу. Ну, вообще говоря, почему от того, что Россия будет интенсивно взаимодействовать со странами Азии, например, она что, должна стать, как они? Она, во-первых, не станет, потому что не может. Во-вторых, а почему должна? Понимать эту часть мира надо, мы очень плохо понимаем, но не более. Так же, как Запад, надо было когда-то хорошо разобраться в нем, понимать, даже в холодную войну. Это был период, когда разобрались. Потом все стало меняться, и оказалось, что мы думали, что понимаем, а на самом деле не очень. Так что, мне кажется, что поворот на восток вот на данном этапе никаких рисков не несет, лишь бы он происходил. Вот если он не не произойдет, вот это очень большой риск. Очень банально, уныло и противно, но все зависит от того, чем закончится нынешняя военно-политическая коллизия. То есть, совсем примитивно состояние дел на фронте, сейчас и в обозримом будущее, собственно говоря, определяет то, о чем можно мечтать. Если мы это выносим за скобки и действительно предаемся безответственным фантазиям, считая, что оно как-то будет так, как нам бы хотелось, как мне бы хотелось, то мне кажется, что будет происходить следующее. Мир действительно становится гораздо более фрагментированным, то есть эпоха вот этой вот развитой либеральной глобализации, когда в большей или меньшей степени но все было подчинено определенному набору правил, которые более или менее соблюдались, прежде всего в экономике, но и в политике тоже. Эта эпоха закончилась, и закончилась она не из-за специальной военной операции России, не из-за того, что делал кто-нибудь Китай, Иран, и все, она просто исчерпала себя, и прежде всего это почувствовали именно те страны, которые, собственно, были инициаторами этой системы. Трампа избрали американцы, за Брекзит голосовали британцы, и вот это было, собственно, симптомами того, что прежняя модель заканчивалась. Если так, то мир не перестает быть взаимосвязанным, но он перестает быть целостным, подчиняющимся единому своду правил и установил норм. Это значит, что будут нарастать такие эгоистические что ли тенденции, тенденции к самоопределению в том смысле, что мы сами будем решать, что нам делать, чтобы добиться того, что мы считаем нужным. Это будет всех касаться. И в этом смысле ведущую очень существенную роль Запада в мировой системе естественно никто не отменит. Это просто не может измениться. Просто в силу накопленной форы, прежде всего Соединенных Штатов. Но Запад перестанет быть доминантой. Запад перестанет быть той силой, которая собственно способна определять все остальное происходящее в мире. Запад будет так же, как и остальные, гораздо более нацелены на реализацию собственных интересов. Без уже каких-либо там иллюзий или без того, чтобы прикидываться, что мы не за себя, мы за всех. Соответственно, далее мы видим уже сейчас выделение целого ряда игроков, которые влияют на международные события весьма существенным образом. Ну, там про Китай понятно, даже говорить не надо. Россия при всех, при всей специфике безусловно тоже. Индия существенно выросла вот в последний период именно. То есть значимость Индии как просто элементы международной системы 22-й год подчеркнул жирной такой чертой. Турция, которая никогда не была державой, оказывавшей, в современном своем виде, державой, которая оказывала бы влияние на все мировые события, сейчас это делает. И так далее. То есть мы можем найти целый ряд игроков, роли, влияние которых существенно больше, чем можно было предположить еще десятилетия назад. Арабские страны обретают, кстати говоря, субъектность, которой раньше никогда у них не было такого уровня. Саудовская Аравия и так далее. К чему это все ведет в глобальном масштабе? Это ведет, что мир будет гораздо сложнее, мир будет гораздо более меркантильно настроен все. И вот в этой среде будет находиться Россия. Для такой среды, вообще говоря, у России есть очень много преимуществ, потому что мы во многом самодостаточны, нас очень трудно обойти, вот сейчас пытаются, но со скрипом тяжело дается. У нас достаточно ресурсов, что бы сейчас не говорили о том, что ха-ха, вот думали, без российского газа и нефти нельзя, оказывается, можно найти замен. Ну, я думаю, что через какое-то время все расставится по своим местам, что да, можно, но уж больно невыгодно, нерационально и так далее. В общем, как-то все утрясется и станет понятно, что без этой вот доли мировых ресурсов, которые контролирует Россия, ну, плохо. Соответственно, надо как-то налаживать новый тип взаимосвязей, чтобы товарообмен продолжался. И вот если мы, грубо говоря, успокоимся и перестанем сами себя все время накручивать тем, что весь мир только и смотрит на то, как бы нас что-нибудь подорвать и ограбить и так далее. Я не говорю, что это не так, кстати говоря. Я думаю, что просто это на самом деле то, что мы воспринимаем как какую-то такую системную мировую русофобию, на самом деле это норма международных отношений, в которых, естественно, каждый выступает за реализацию своих интересов, а, как правило, это происходит за счет кого-то другого. Глядя со стороны, очень трудно понять, почему Россия такая нервная, потому что, ну вот, казалось бы, ну все есть и ядерное оружие и все, но кто вас может, так сказать, кто вам что может сделать. Но здесь уже включаются всякие другие факторы, а чувство небезопасности, которое у нас исторически присутствует, оно дальше уже определяет очень многие внешние реакции и прогноз становится сам сбывающимся, как часто говорят. Так вот, в этом новом мировом устройстве, если мы будем видеть гораздо меньшую консолидацию окружающего мира, я думаю, что и спокойствие России будет гораздо глубже, потому что нас всегда вот этот вот страх, что все остальные объединятся против, он во многом определяет реакцию, а если будет понятно, что если объединяться, то только очень ненадолго и по конкретной необходимости, по конкретной нужде, вообще это, мне кажется, будет мир, где все альянсы и объединения будут ситуативными, то есть вот НАТО как модель не будет, НАТО не будет моделью, это уникальный союз уникального периода, кроме как холодную войну, он возникнуть не мог, ну а поскольку мы живем, так сказать, в шлейфе холодной войны, он сейчас пока и существует, все равно потом будет иначе, уже сейчас мы видим, что с одной стороны мы видим беспрецедентную консолидацию, с другой стороны настолько неравномерно распределяются издержки и выгоды от этого конфликта внутри Запада, что это ну рано или поздно вызовет довольно серьезное внутреннее трение. Короче говоря, вот мне кажется, что Россия в роли такого мирового важного, не определяющего мир, но неотъемлемой части мира, такой диспетчер, мы, кстати, эту роль некоторое время недавно очень эффективно играли на Ближнем Востоке, где-то между операцией в Сирии и вот последним временем, сейчас просто другие приоритеты, а так все только поражались, как это Россия ухитряется без особых затрат крупных состоять в конструктивных взаимоотношениях со всеми, в том числе с теми, кто друг с другом вообще за стол рядом не сядет, но как-то это работало, и я думаю, что вот это в идеале было бы той моделью, которую Россия должна была бы избрать как модель поведения в мире, то есть не мировой лидер, а просто на самом деле то, что как непротивное, значит, то, как Мадлен Олбрейд в 90-е годы охарактеризовала Соединенные Штаты indispensable power, незаменимая держава, без нее никак, никуда, вот это то, что на самом деле надо нам, только госпожа Олбрейд имела в виду, что Америка будет активно все менять, и именно поэтому всем потребуется ее помощь, значит, а в нашем понимании это незаменимость должно быть то, что мы вот есть, мы обеспечим то, чтобы мы были, устойчивость и все такое, и вот все равно с нами придется иметь дело, и пожалуйста, мы готовы. В некотором смысле это то, как себя позиционирует сейчас Индия, но не потому, что она так хочет, а потому, что так получается, но в целом вот я бы сказал вот такое, потому, что разговоры о каком-то миссионизме или о том, что России нужна какая-то большая идея, чтобы опять ее куда-то нести, во-вторых, честно говоря, я не вижу, откуда бы она взялась, эта большая идея, потому, что тот период, когда она у нас была, как мы знаем, она была заимствована, она была не наша, мы ее очень сильно как сказать, одомашнили и придали ей несколько другой вид, но тем не менее, изначально она была заимствована как раз таки из Европы, но дело даже не в этом, а дело в том, что на мой взгляд, миру никакой объединяющей большой идеей, чьей бы то ни было, не нужно будет в обозримые годы и десятилетия, наоборот, хватит уже, от Китая никто не ждет, что он придет и принесет, значит, свою идею, свою модель, для того, чтобы все делали, как он, Соединенные Штаты со своим миссионизмом всем очень сильно надоели, просто утомили, Европа, которая всех получает, как жить, не получает того, значит, ответа, как раньше, ну и так далее, поэтому русский миссионизм, на мой взгляд, никому не нужен, а вот Россия, как страна, в некотором смысле, здравого смысла, которая всем нужна, потому что она, она обеспечивает определенный баланс в мире, и она много чего может дать тем, кто к ней хорошо относится, это вот очень было бы здорово. Но это вот та самая бурная фантазия, которая пока основана только на моих желаниях.